Всем привет! С вами снова Константин Калуцкий и сегодня мы продолжаем наш разговор об итальянской карьере Эльдора Шумродова и сосредоточимся на ближайшем матче его команды. Дженуас играет против Таино и мне хотелось бы разобрать эту встречу и проанализировать, есть ли у Эльдора шансы выйти в стартовом составе и показать себя как следует в этом матче. Ну и кстати, хотелось бы напомнить вам, что у меня есть еще один канал, который посвящен кино и сериалам, ссылочка будет в описании. Здесь я разбираю последние киноновинки, а также популярные сериалы. Вот, например, сейчас я готовлю разбор последнего сезона сериала Викинги, так что если вам интересны новые свеженькие фильмы, а также разборы сериалов, Игра престолов, Викинги и так далее, проходите по ссылке в описании на мой второй канал. Ну и начинаем мы с анализа ситуации в Дженуа. Что творится в этом клубе и есть ли у Эльдора шанс выйти в стартовом составе. Увы, для поклонников этого футболиста мне кажется, что максимум для него сейчас это выйти со скамейки запасных. Здесь две основные причины. Во-первых, недавно у Шамуродова была травма, из-за которой он, в частности, пропустил матч предыдущего тура. Во-вторых, тут недавно Пандев зажег не на шутку и отметился двумя забитыми мячами в игре против Наполи. И учитывая то, что Дейстро без вопросов остается основным и ведущим нападающим команды, здесь главный вопрос, кто будет вторым страйкером, кто будет вторым нападающим. И здесь несколько кандидатов. Пандев, который забил два мяча, Шамуродов, который после травмы, и Пьяцы, который формально вообще не является нападающим, а скорее атакующий хозбег. Согласитесь, тут выбор очевиден. Балардини, главный тренер Дженуа, не враг самому себе, поэтому он сделает ставку именно на Пандева. С другой стороны, мне кажется, что по ходу встречи у Шамуродова может появиться шанс проявить себя, и в частности, выйдя со скамейки запасных, он может принести немало пользы своей команде. Ну а теперь касательно соперника Тарину. Что это за оппонент и сможет ли Шамуродов показать себя в матче против этой команды? Ну, Тарину эта команда любопытная и, так скажем, очень неуступчивая. В последних восьми турах у них всего одно поражение. Правда, за это же время у них всего одна победа. Вот такая команда, которая постоянно играет в ничью. Поэтому она способна дать бой любому сопернику. Лишнее тому подтверждение недавний матч с Аталантой Алексеем Ирончука, где Тарину в итоге смог отыграться, уступая по ходу матча 3-0. И в результате ничья 3-3. Поэтому недооценивать данного соперника не стоит. Но все-таки следует отметить, что Тарину это команда, которая очень много пропускает. Это команда с дырявой обороной. Если смотреть по статистике, больше, чем Тарину пропускает в Италии только одна команда. Это Кратоне. Команда, которая находится на последнем месте в турнирной таблице. Ну и, объективно говоря, не особо соответствует уровню серии А. Поэтому Тарину можно и нужно забивать. Та же самая Аталанта. Три мяча забила туринцам только на старте встречи. Дальше просто Аталанта расслабилась и в итоге упустила победу. А так-то, по-хорошему, туринцам можно забить очень много и на старте встречи, и в концовке встречи. Вот эта команда, она очень охотно получает мяч в свою сетку. И здесь, как мне кажется, нападение Джену может показать себя во всей красе. Тем более, что у туринцев есть определенные проблемы с составом. Нету, например, Рикардо Родригеса, одного из самых звездных защитников команды. Нету некоторых других важных футболистов. И мне кажется, что сам по себе туринский клуб, он достаточно удобен для Джену. Потому что эта команда хоть и идет на 17-м месте в серии А и борется за выживание. Но, например, по проценту владения является крепким середняком, а не 13-й в Италии по проценту контроля в среднем за матч. То есть, это не автобусная команда, которая будет сидеть у своих ворот. Им, повторяю, можно и нужно забивать. Хотя у них, конечно, есть свои оборонительные плюсы, есть тут и неплохие защитники, но как-то в единое целое это не складывается. И команда все равно пропускает очень много. Не спасает здесь даже схема игры туринцев, которые действуют по остановке с тремя центральными защитниками. Потому что футболистов получается много, в обороне некоторые из них достаточно сильные исполнители. Но, повторяю, какого-то единого целого из этого не вырисовывается. Команда постоянно много пропускает. В общем, такой соперник, и если Шамродов выйдет со скамейки запасных против усталых оппонентов, я думаю, у него будут возможности показать себя и забить даже, возможно, долгожданный гол. Потому что, согласитесь, давненько Эльдор не отмечался забитыми голешниками. Сейчас, тем более после травмы, на эмоциях, после восстановления, он должен проявить себя. Тем более, опять же, что сейчас в Дженуа очень серьезная конкуренция. Пандев прибавил, Дестро по-прежнему хорош. Если Шамродов не проявит себя как следует, то вернуться в стартовый состав ему будет слишком тяжело. Ну а что думаете вы? Пишите в комментариях ваше мнение. Ставьте лайк, если видео понравилось. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и Ютуб-канал. И следите за обновлениями на нашем втором канале. Он посвящен кино и сериалам. Ссылка в описании. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Ну а если вы хотите поддержать наш канал, то можете сделать это финансово. В описании указаны реквизиты Сбербанка, Яндекс.Кошелька. Если вы поддержите нас финансовым донатом, то мы отдельно поблагодарим вас в ближайших видео. Ну и плюс к этому, если вы хотите помочь нам в продвижении этого видео, то можете оставить комментарий. Только комментарий должен быть больше 5-6 слов. Всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok